Важность диеты перед бариатрической операцией. Ребята, это очень важная тема, которую вы должны знать перед операцией, если вы еще ее не сделали и собираетесь делать. Те, кто не знает, меня зовут Евгений Пугач. Добро пожаловать на мой канал. Я бариатрик со стажем. Сделал в 2011 году первую бариатрическую операцию слив. Несколько лет ему назад пришлось сделать шунтирование. Все потому, что у меня появилась грыжа и некие побочки, о которых я уже многократно рассказывал в своих прошлых видео. Плюс небольшой дисклеймер. Я не являюсь бариатрическим врачом. Я не имею никакого бариатрического образования. Я всего лишь пожарный волонтер. И люблю это дело. И люблю заниматься своим делом, своим каналом, которым я рассказываю. И учу вас в вашем бариатрическом пути. И делаю это с превеличайшим удовольствием. Так вот, мы с вами говорим о важности диеты, соблюдении диеты перед вашей бариатрической операцией. Как правило, давайте все-таки вначале начнем, зачем нужна эта диета. Все на самом деле очень просто. Когда вы начинаете кушать еду, которая содержит белок и не содержит углеводов, или содержит очень маленькое количество углеводов, что происходит? У вас уменьшается печень. Когда врач будет вам делать бариатрическую операцию, скорее всего, он будет вам делать это лапароскопическим путем, то есть делать дырки у вас в животе, а не полостная операция, то тогда у него получается из-за того, что печень уменьшится, будет много места для маневра. Я лично знаю людей, которые не придерживались данной диеты, извиняюсь, и им отменили операцию. Потому что врач сделал дырочки, зашел лапароскопом, операцию сделать не смог, потому что и желудок громадный, и печень громадная, и не было места для маневра. Поэтому, ребят, архиважно, крайне важно сделать эту диету. Некие врачи просят 14 дней перед операцией, некоторые 10 дней. Я слышал всего лишь об одного врача, который требовал 5 дней, но это вообще бред. Печень, конечно, уменьшится, но не настолько. Ребят, поверьте мне, пожить в кавычках на кето-диете дней 10, это фигня собачья. Вы и вы реально первые похудеете за это время. И поверьте мне, похудеете, если вы перестанете кушать хлебушек, картошечку, рис, мороженки, шоколадки, всю эту хрень и дичь, будете питаться нормальной, вкусной едой, повторяюсь, вкусной едой. Поверьте мне, первое, и вам будет хорошо, и главное, врачу, который будет вам делать бариатрическую операцию, им будет просто и легко. И тогда шанс, что будет какая-то проблема в операции, будет все меньше, меньше и меньше. Поверьте мне, поверьте мне, 10 дней, даже 14 дней побыть на, в кавычках, такой диете, хуже от этого не будет. Я понимаю, что вы скажете, Женек, ну смотри, ну есть же как бы прощальная трапеза перед операцией. Сделайте эту прощальную трапезу перед тем, как вы будете идти на саму операцию, и конкретно перед тем, как вы будете делать эту диету. И это мой дружеский совет от меня. Продолжение следует...